В ходе заседания премьер-министр Мухаммед Халай Аблгазиев сообщил, что по результатам международного рейтинга одной из видных исследовательских организаций, Кыргызстан поднялся на 7 позиций и на сегодня он занимает 70 место. Это говорит о том, что бизнес-климат в Кыргызстане улучшился, сказал он, отметив, что для достижения данных результатов были созданы все соответствующие условия для ведения бизнеса, а также для получения кредитов. Глава Кабмина привел в пример индустриальный комплекс Силквей, на строительство которого уйдет около 200 миллионов долларов, и Араванский цементный завод. Как вы сами знаете, недавно в Аше была открыта швейная фабрика в горнодобывающей промышленности, в Кемине было открыто предприятие по производству взрывчатых веществ, которое обеспечило работу 150 граждан. Также в Карабалте открылся завод по производству металлических арматур, но и в Таласе начал работу завод по переработке сельхозпродукции. Глава правительства отметил, что до конца года в стране будут открыты несколько предприятий. В Аше будет открыто предприятие Кыргызстикстиль, которое обеспечит работой на первом этапе около полутора тысяч человек, а дальше эта цифра возрастет до 7 тысяч. Наряду с этим в скором времени откроется завод по переработке сельхозпродукции в Аше. В Чуйской области появится завод по производству армейской обуви, а в Нарыне – молочный завод. В ноябре со стороны бишкекского предприятия «Тмай Инвестмент Холдинг» откроется компания «Тандем», которая в общей сложности на двух этапах обеспечит работу около 800 человек. Ну а в декабре этого года в Чаткале откроется предприятие «Кичича Арат», размер инвестиций которого составляет около 150 миллионов долларов. Кроме этого, в Соколуке будет функционировать швейная фабрика «Кулброс». Она обеспечит работу около 500 человек. Абулгазиев отметил, что правительство уделило большое внимание на развитие малого и среднего бизнеса, а также на развитие промышленности и создание новых рабочих мест для граждан в регионах. После чего сказал, что данных сдвигов они добились благодаря созданию условий для ведения бизнеса. Поэтому больше акцентирую внимание на этих моментах. Министр экономики Олег Панкратов рассказал об итогах социально-экономического развития республики за отчетный период, отметив, что вклад предприятия «Культора» в экономику страны с каждым годом уменьшается. По итогам восьми месяцев чистый объем денежных переводов составил 1,4 миллиарда долларов США. И по сравнению с прошлым годом увеличение объемов переводов составило 7,5%. Экономика Кыргызской республики в целом по итогам 9 месяцев этого года после незначительного снижения в июле-августе показывает положительную динамику роста. То есть, как мы и прогнозировали, в начале осени мы должны были выйти в положительный тренд. И реальный темп роста ВВП по итогам 9 месяцев составил 1,2%. На что глава правительства Мухаммед Халай Абулгазиев отметил, что экономика всей страны не должна зависеть от одного предприятия и сказал, что в стране нужно открывать аналогичные предприятия. Премьер-министр сообщил, что по итогам 9 месяцев в бюджет поступило 10 миллиардов сомов налоговых и таможенных поступлений, добавив, что они и дальше будут создавать условия для инвесторов, чтобы они приносили доход стране. В завершение он поручил Министерству экономики ускорить процесс создания института бизнес-омбудсмена.